слава тебе боже наш слава тебе паши добрых людей кому может засвидетельствовать о любви твоей безмерной хвала тебе наш господь слава тебе благодарю тебя мой иисус за великие неизреченные милости долго терпения твое за этот прекрасный день за эту встречу с людьми ты услышал и послал господи человека которую может засвидетельствовать о любви твоей аллилуйя хвала тебе наш господь слава тебе милосердный создатель великий дивно дела твои господи ты жизнь человеку украшаешь творением твоим слава тебе боже наш слава тебе аллилуйя спаси нас господи и помилуй спаси и благослови господи господи прибуде с нами великие дивные дела твои господи хвала тебе милосердный создатель аллилуйя боже милости будь мне грешному создав имя господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешного и помилуй веруя во единого бога отца вседержителя творца небу и земли видимым же всем и невидимым и во единого господа иисуса христа сына божия единородного и же от отца рожденного прежде всех век света от света бога истина от бога истина рождена несотворена единосущно отцу им же вся быша нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося духа свята и мари и девы и вочеловешися распятого же зоны при понтийском пилате и страдавша и погребенно и воскресшего в третий день по писаниям и вошедшего на небеса и сидящего одесную отца и паки грядущего со славой и судите живых и мертвых его же царствию не будет конца и в духа святого господа истинного животворящего и же от отца исходящего и же со отцем и сыном с поклоняемой и славима глаголовшего пророки во единую святую соборную и апостольскую церковь исповеду едино крещение во оставление грехов чаю воскресения мертвых и жизни будущего века аминь слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови найди людей которые предуставлены к вечной жизни дабы засвидетельствовать им о любви твоей пошли добрых миссионеров христианам язычникам и иудеям мусульманам и буддистам да познают твою любовь ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную аллилуйя пошли господи добрых благовестников знающих истину христианам язычникам и иудеям мусульманам и буддистам ибо приближается пришествие твое приготовь народ твой мы сошли в это ущелье мрака и тьмы где столько прелюбодействия и разврата руганий корысти и им возвестить потому что нездоровый имеет нужду во врачи но больные аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе вы хотели что-то сказать нет спасибо очень хороший человек но мы считаем салтырь вот пришли сюда евангелие считаем чтобы людям хоть немного рассказать о боге то просто место это как будто бы содом и гаморр творят блуд прямо открыто показывают половые органы половину половина мужиков раздеты голые прям валяются спасибо вам что вы есть да мы проповедуем храни вас господь у вас вопросы если какие есть можете задать да нет благодарю спасибо у нас большой ресурс ю тубе канал называется во свете библии там 14 400 роликов мы деревню православную строим православную вам много там интересного найдете очень много наша миссионерская поездка от владивостока до лиссабона я 38 книг господь позволил издать я во все библиотеки дарил проехали 650 городов посетили богу слава спасибо вам аллилуйя до свидания до свидания слава тебе боже наш слава тебе аллилуйя господи нет иного бога кроме тебя благодарим тебя за все милости пошли добрых людей кому можно засвидетельствовать о любви твоей христе боже наш слава тебе боже наш слава тебе дивно дела твои господи любовь твоя призывает всех покаянию ибо верующий в сына божий имеет жизнь вечную они верующие не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем господи помилуй нас мы спустились в это ущелье мрака и тьмы сколько здесь всякого греха подобия содома и гоморры за свидетельство красоте твоей господи а любви твоей ты возлюбил рост человеческий ты призываешь всех покаянию слава тебе боже наш слава тебе мы считаем псалтырь и евангелие господи помилуй у вас вопросу можете уже начался уже начал папиросу бросьте пока чтобы я мог отвечать вам папиросу да уберите пост уже неделя прошла осталось еще шесть недель вот скажи мне что можно кушать а что нельзя можно все кроме мясного молочного и яйца нельзя и рыбу нельзя рыбу только на благовещение и вербное воскресенье за неделю а растительное масло в субботу и воскресенье только разрешается это пост строгий у нас есть такие которые соблюдают вот понедельник вторник вообще не едят не пьют а в среду один раз охренеть да ну вот мне мне трудно это исполнять вот так чтобы не не пить воду потому что меня в тюрьмах держали там морозилки у меня организм весь полетел я за слово божие страдал и у меня бронхи все то мне переморозили поэтому если я у тебя по библии или там да я я проповедовал евангелие насчитал 50 книг религиозных распространил в советское время восемьдесят шестой год и слушай а как ты относишься к этим к свидетелям егова всяких ну свидетели егова вот как относимся мы православные они для нас еретики но их вот запретили в россии это неправильно потому что государство не теократическое это гражданское государство то они хорошо работают я с ними сидел в лагере они работают хорошо без обмана хорошие семьи а их отняли у них там 470 кажется зал старства называется это неправильно делать сейчас они подали путину и что то там может быть перерешится еще они посадили их они к нам придерутся и нас посадят вот свобода должна быть бог дал свободу они не так понимают они не признают святую троицу души у человека нету невечных мучений то есть по нашему это все ересь а наша церковь они водку пьют водку я не видел чтобы они пили это не знаю говорят ну не видел я вот они кровь там не дают переливать но это их дело такой выбор мы вот ездили миссионерская поездка у нас была мне господь позволил 38 книг издать мои книги я решил их подарить библиотеке мира и мы 650 городов проехали мы в барнауле доехали до Владивостока а потом до Лиссабона Прибалтику прошли Скандинавию и везде во все города в библиотеке я дарил книги понял ладно у вас вопросов никаких нету если божественно какие вопросы есть можете задать ну ладно а как вы относите то что армяне крестятся по другому что не понял армяне крестятся по другому армяне у нас с армянами хорошее отношение у нас в барнауле армянская церковь она настоящая церковь апостоличная это не еретики они идут от апостольских времен я и говорю это я знаю я знаю я сам армянин вот а вот как я не знал а вот сейчас только один армянин у меня книги выписал он из Москвы Арсен звать его Арсен а вот мы были здесь в Армении вот и у них там я подарил в их национальную библиотеку все книги а там озеро Сиван мы искупались еще чистая вода скажите да мы в Ереване там были но мы были немного мы приехали в библиотеку нас приняли я книги дал они расписались и мы сразу выезжать и вот мы хотели проехать из Армении в Азербайджан там нельзя надо сначала в Грузию было вернуться а потом туда да я знаю вот а мы ехали с определенной миссией у нас хорошее отношение тут городской городской мэр у нас собирал каждый год религиозных деятелей и здесь был от армян у них храм называется Святой Репсимии да Репсиме да ну по нашему одни и те же святые потому что Армения приняла Христа в четвертом меке а Россия только в десятом я историю свою очень хорошо знаю вот христианство она называется григорианское апостоличное да да вот так от первых апостолов от первых апостолов я жития святых насчитывал извини перебью даже апостолы попали в Армению в первом веке да может быть да на русском не знаю как они называются вот у нас Ян Златоус такой проповедник был он одинаковый и у Армян и у нас он в 507 году кажется он или в 507 году он умер так вот один том до двадцатого столетия не было тома и нашли его у Армян кажется четвертый том они его сохранили а теперь весь мир имеет благодаря Армянам что они сохранили молодец вот так ты умный мужик молодец вы если зайдете на наш ютуб называется во свете библии там у нас 14 тысяч 400 роликов мы православную деревню строим с нуля у нас кто поселяется он должен доказать что он не лжет не пьет не курит не матерится и не ворует благо и дело делаешь да я был начальником детского лагеря 45 лет тысячи детей пришлось поднять и ни рубля государство не устроило только давили и давили и все равно мы живые остались вот у нас отец с матерью они вдвоем пол класса не кончили отец без руки с фронта нас 10 ребятишек а мы никогда не слышали чтобы родители ругали власти то ли боялись или чего во первых это ничего не дает да ладно пойду работать так всего хорошего с богом если вы вспомните меня Игнатий Лапкин звать по скайпу можете выйти вопросы будут Игнатий Лапкин всего хорошего с богом до свидания господи боже наш слава тебе аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе с честью поклонения слава и благодарения во веки веков аминь помилуй нас боже помилуй нас по великой и неизреченной милости твоей спаси нас и помилуй господи слава тебе псалом семьдесят седьмой с тридцать девятого стиха он помнил что они плоть дыхание которое уходит и не возвращается сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева не помнили руки его дня когда он избавил их от угнетения когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цаан и превратил реки их и потоки их в кровь чтобы они не могли пить послал на них насекомых чтобы жалили их и жаб чтобы губили их земные произрастения их отдал гусеницы и труды к саранче виноград их побил градом и секоморой их льдом скот их предал граду и стада их молниям послал на них пламень гнева своего и негодования и ярость и бедствие посольство злых ангелов уравнял стезю гневу своему не охранял души их от смерти и скот их предал моровой язве поразил всякого первенца в Египте начатки сил в шатрах хамовых и повел народ свой как овец и вел их как стадо пустынею вел их безопасно и они не страшились а врагов их покрыло море и привел их в область святую свою на гору сию которая стяжала десница его слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе наш господь благодарим тебя за милость твою и за любовь твою аллилуйя спаси нас господи и помилуй спаси и сохрани ты дивно велик наш господь дела твои чудные аллилуйя спаси нас и помилуй будь милостив к нам господи слава тебе господи и хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение благодарю тебя мой господь аллилуйя спаси нас и помилуй и благослови ты бог сотворивший небо землю и все что видимое и невидимое аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе наш господь милости твоя полна земля ты дал человеку жизнь чтобы он искал бога и служил ему дабы после смерти оказаться в царстве божием а не в огне вместе с сатаною для того бог послал на землю сына своего иисуса христа который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе благодарю тебя мой господь слава тебе благослови сие дитя дай ему сердце доброе и послушное родителям верующим в тебя благодарим тебя мой иисус хвала тебе аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе слава тебе псалом семьдесят седьмой двадцать пятого стиха хлеб ангельский ел человек послал он им пищу до сытости он возбудил на небе восточный ветер и навел южней силою своею и как пыль одождил на них мясо и как песок морской птиц пернатых поверг их среди стана их около жилищ их и они ели и присытились и желаемое ими дал им но еще не прошла прихоть их еще пища была в устах их гнев божий пришел на них убил тучных их и юноша израилев их не изложил при всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его и погубил дни их в суете и летая в смятении когда он убивал их они искали его и обращались и с раннего утра прибегали к богу и воспоминали что бог их прибежище и бог всевышний избавитель их и льстили ему устами своим языком своим лгали перед ним сердце же их было неправо пред ним и они не были верны завету его но он милостивый прощал грех и не истреблял их многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей аллилуйя отче наш сущий на небесах да светится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас во искушение но избави нас от лукавого ибо твое есть царство сила и слава во веки аминь непобедимая божественная сила щестна кожевотворящего креста господне не остави нас грешных уповающих на тебя аллилуйя господи боже наш слава тебе евангелие от и луки глава шестнадцатая сказал же и к ученикам своим один человек был богат и имел управителя на которого донесено было ему что расточает имение его и призвав его сказал ему что это я слышу о тебе дай отсчет в управлении твоем ибо ты не можешь более управлять тогда управитель сказал сам себе что мне делать сказал что мне делать господин мой отнимают у меня управление домом копать не могу просить стыжусь знаю что сделать что приняли меня в домы свои когда отставлен буду от управления домом и призвав должников господина своего каждого по рознь сказал первому сколько ты должен господину моему он сказал сто мер масла и сказал ему возьми твою расписку и садись скорее напиши пятьдесят потом другому сказал а ты сколько должен он отвечал сто мер пшеницы и сказал ему возьми твою расписку и напиши восемьдесят и похвалил господину правителя неверного что догадливо поступил ибо ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе благодарю тебя мой господь за этот дивный день за эту святую возможность свидетельствовать о тебе о любви твоей что ты господь во веки веков аминь слава тебе иисус христос слава тебе во веки аллилуйя помилуй нас господи помилуй нас дивны дела твои господи найди новые души кому можно засвидетельствовать ибо кто поверил слышимо от нас кому открылась мышца господня слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе милосердный создатель господь и бог наш единый и вечный любящий и долго терпеливый господи благодарю тебя за все твои милости и щедроты и найди наших родных и близких кто еще не примирился с тобою откроем истину твою слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови благослови господи господи хвала тебе честь тебе поклонения слава и благодарения во веки веков аминь спаси нас господи и помилуй и найди новые души кому можно засвидетельствовать о любви твоей сколько их проходит господи будь милостив найди новые души кому можно засвидетельствовать о любви твоей хвала тебе наш господь слава тебе милосердный создатель аллилуйя благодарим тебя христе боже наш милости твоей господи полна земля аллилуйя костись сердец многих людей господи приведи их к покаянию через жертву сына твоего иисуса христа слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови пресвятая троица помилуй нас господи очисти грехи наши владыка прости беззаконие наше святые посети и соли немощи наше имени твоего ради аллилуйя я у вас какие вопросы есть может быть вы ничего не хотите сказать я подумал что хотите сказать поэтому спросил боже великий и дивный слава тебе достойно есть а кого истину блажите тебе богородицу пресноблаженную и пренепорочную матерь бога нашего счастнейшую херувим и славнейшую воистину серафим безысления богослово рощу и сущую богородицу тя величаем аллилуйя слава тебе слава тебе боже слава тебе лижи если на небе всех да светится имя твое да приди царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущий подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас во искушение но избави нас от лукавого Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. И женщины, половые органы показывают. Открыто совокупляются, как скотина на весеннем лугу. Ну и вот решили тут пройти. Мы уже 50 дней здесь находимся. Находятся добрые люди. Я читаю Евангелие им и другие братья. И Псалтырь. Ладно, тогда, если ничего не нужно, я отхожу. Всего хорошего. С Богом. Господи, слава Тебе. Ты дивно велик, Иисус. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава Тебе. Евангелие от Луки, 16 глава, с 8 стиха, с 9. И я говорю вам, приобретайте себе, друзья, богатство неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправильном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вас? Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все сие фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми. Но Бог знает сердце ваше, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Законы пророки да и Анна. С сего времени царствие Божие благовествуется, и всякий усилием ходит в него. Но скорее небо и земля приедут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Дивны дела твои, Господи! Прости и помилуй! Аллилуйя! 宇inizi тебе поднимите. Слава тебе, Боже мой! Слава тебе, яup Cannon! Слава тебе, боже мой! Продолжение следует...